Добрый день, дорогие друзья, официально мы с вами начинаем. Я вас приветствую прежде всего на программе вебинаров Центра Сефер. И мы с вами сегодня слушаем заключительную лекцию курса «Антиеврейское насилие. Четыре главных вопроса» от Артура Марковского. Теперь я рада передать слово Артуру. Пожалуйста. Большое спасибо, Вика. Добрый день всем участникам. Я очень рад, что вы выдержали все остальные лекции, которые я раньше читал. И вы с нами до конца, так скажем. Сегодня последняя лекция, в которой я постараюсь объяснить вам, что мы действительно исследуем, когда мы исследуем антиеврейское насилие. Потому что ответ на тот вопрос не является таким очень простым и очень ясным. Если мы, конечно, знаем, что это такое исследование антиеврейского насилия вообще. Так, значит, очевидным кажется вам, надеюсь, уже то, что антиеврейское насилие – это многогранное явление. Значит, тут встречаются разные почвы, разные виды, разные уровни, разные методы и вообще разные цели наших исследований. Это понятно. Значит, мы уже пытались ответить на вопрос, почему мы должны исследовать антиеврейское насилие. А сейчас, сегодня мы постараемся ответить на вопрос, что мы действительно исследуем, что мы можем исследовать, тоже когда мы занимаемся вопросом антиеврейского насилия. Вы помните, что в течение первой лекции сначала, когда я пытался рассказать вам вообще о том, насколько это важна тема, мы пытались подчеркнуть с вами несколько аспектов этих исследований. Значит, исследование вообще антиеврейского насилия – очень важный аспект истории, очень важный аспект современности, которую мы строим, имея взгляд на прошлое. И тоже очень важный аспект идентичности и вообще процессов изменения, возникания новых типов еврейской, и не только еврейской идентичности. Насколько мы знаем, вообще вопрос антиеврейского насилия – это тема на пограничье разных историй, разных идентичностей. И поэтому тут как бы тема, с одной стороны, попадает в зону Jewish status, с другой стороны, как бы она помещается в зоне исследований, которые евреев только касаются. Но если мы поставим вопрос очень простой, значит, что мы исследуем, когда пытаемся исследовать антиеврейское насилие, мы можем очень просто ответить. Мы исследуем антисемитизм, конечно, но мы исследуем практическую сферу, практическую деятельность, связанную с антисемитизмом. Если вы принимали участие, если вы смогли послушать хотя бы фрагмент последней лекции, наверное, знаете мое мнение на эту тему. Значит, я считаю, что отдавать или вкладывать вопрос исследования антиеврейского насилия только в зону исследований над антисемитизмом – это ошибка. Значит, если мы пытаемся ответить вот на этот вопрос, что мы исследуем, когда исследуем антиеврейское насилие, очень простым способом, значит, что мы исследуем антисемитизм, это тоже как бы является в каком-то смысле ошибкой. Конечно, еще раз хочу подчеркнуть, что антисемитизм – это часть вообще истории антиеврейского насилия. что мы вообще не можем лишиться этого понятия и того, что мы знаем, как функционировала антисемитическая идеология, но она не может стать доминирующей сферой наших исследований. Поэтому мы должны искать дальше ответа на вот этот простой, как бы казалось, вопрос. Что мы исследуем, если, когда мы исследуем антиеврейское насилие? Давайте попытаемся искать ответы на этот вопрос в зоне вопроса, еще второго вопроса, чьей является история антиеврейского насилия. Она еврейская, эта история, она совсем не еврейская. Смотрите, если мы смотрим вообще на антисемитизм, ключевые понятия, конечно, в этих исследованиях, оно де-факто не является частью еврейской истории как явление, как движение, как событие, потому что антисемитизм, конечно, характеризует, определяет мнение позиций и то, что делали не евреи. Конечно, то, что делали против, и то, что думали, и то, что высказывали против евреев. Антисемитизм является частью Jewish Studies вообще только в этой зоне, когда мы говорим про то, что евреи, как евреи реагировали на антиеврейское движение и вообще на антисемитическую идеологию. Ну, смотрите, поэтому, если мы вообще постараемся сосредоточиться на старой школе, что антиеврейское насилие – это просто вид антисемитизма и все, значит, мы очень много теряем, значит, пытаемся вытаскивать историю антиеврейского насилия вообще из зоны Jewish Studies. Но мы все тут собрались и точно, наверное, знаем, что это далеко не так. Значит, то, что происходит в зоне антиеврейского насилия, имело свой отпечаток вообще на судьбе, идентичности вообще на том, что происходит с евреями, в том числе всяких там миграциях, организациях и так дальше. Это оставило следы и это даже, лучше сказать, повлияло на то, что в связи с антиеврейским насилием случилось вообще с евреями Центральной и Восточной Европы хотя бы сконцентрироваться на этой географической зоне. Да, значит, если мы пытаемся ответить на вопрос, кому принадлежит история антиеврейского насилия, мы должны ответить, что она является, так скажем, граничным явлением. Она лежит где-то на границе и поэтому она принадлежит группе тех вопросов, тех явлений, тех тем, которые очень сложно исследовать. Почему? Потому что если мы попытаемся сравнивать, как исследуют историю антиеврейского насилия с точки зрения Jewish Studies и как это делают с точки зрения, например, российской истории или вообще политической истории или вообще социальной истории или того, чего не хватает вообще как бы в исследованиях антиеврейского насилия в зоне вообще истории насилия, так скажем, да, к чему мы, и эта ошибка, про которую я вам рассказывал, к чему мы, как бы, к чему мы, ну, как бы, должны присматриваться побольше, да, но история, еврейская история, Jewish Studies вообще, еврейская история, которая является доминирующей сферой вообще в Jewish Studies, да, без этого очень сложно думать про фольклор, про музыку, про всех, как бы, частях Jewish Studies, но тут, как бы, у нее вопрос, вопрос парадигмы, которая, по моему мнению, отличается от парадигмы, которая является главной вообще для истории, как нееврейской истории, так скажем, для истории, которая не помещается в зоне Jewish Studies. И вот поэтому, как бы, сложно нам очень исследовать и сложно нам сказать, кому принадлежит история антиеврейского насилия. Я, конечно, уже не говорю про всяких историях, которые пытаются легитимизировать вообще насилие, как хорошую, как бы, часть функционирования, как их групп. Значит, если бы мы искали подтверждение, как, искали, где помещается история антиеврейского насилия в официальной истории Третьего Райха, это там, конечно, понимаете, вообще по-другому еще все происходило. Мы пытаемся сосредоточиться вообще только пока в двух этих, как бы, сейчас важных, более, как бы сказать, объективных, легитимных областях изучения прошлого. Тут тоже, значит, мы не можем определиться. Она, еще раз хочу подчеркнуть, эта история, история антиеврейского насилия, она между, она на границе, она не принадлежит почти. И это хорошо, с одной стороны, что никто не пытается, как бы, расстегнуть своей, так скажем, власти над этой темой. Потому что перспективы разные, столкновение этих перспектив помогает, как бы, вообще находить более объективные решения, если мы говорим про выводы наших исследований. Но тут, конечно, появляется еще вопрос. Значит, у нас, кроме парадигмы и связи с разницами парадигм, появляются разные исследовательские вопросы. Значит, если мы изучаем антиеврейское насилие с точки зрения Jewish Studies, это меняет, как бы, нашу перспективу. Достаточно посмотреть на работы, которые я вам раньше показывал, как это меняется. Значит, если мы смотрим на попытку, как Вернер Бергман пытается исследовать на немецком изданной работе и вообще определять, что это такое погром, и пытается тесно сказать, что погром, так дальше, это не момент для дефиниции, для определения этого понятия. Если мы сравниваем Давида Энгла, который вообще ищет другой выход, который вообще, как бы, с точки зрения еврейского понимания, прашлого и вообще еврейского функционирования в Центральной и Восточной Европе, пытается только показать, как бы, зоны, потому что он понимает, что тут, как бы, вообще другие вопросы, другие интересы у него, так скажем. Так что меняются даже вопросы, которые мы ставим, и все это должно где-то на границе между двумя мирами найти свое место. И поэтому эта история, с одной стороны, еврейская, нееврейская. Это часть истории всех. Если бы мы вернулись к известной дискуссии, известному разговору Анского, Дубного и Жаботыньского, там тоже, видимо, очень важный вопрос. Они тоже спорят, кому принадлежит эта история. Кто будет учиться из этой истории? И там Жаботыньский, например, очень ясно говорит, что вот эта вся нееврейская история, это какая-то внешняя, как бы, внешние вопросы, почти какая-то нееврейская ерунда вот с этим насилием. И тут все, как бы, не надо заниматься даже вопросом, надо просто уезжать, короче говоря. А вот Дубнов, Аньский, у них же другое мнение. Значит, те, которые, как бы, далековато от идеи уезжать из Российской империи, они пытаются инкорпорировать историю антиеврейского насилия к еврейской истории. Если вы посмотрите даже на книжки Дубнова, для него вообще всякие антиеврейские, как бы, настроения, а в том числе антиеврейского насилия, становятся границами внутренней периодизации его книжек. И это с ним будет, как бы, входить в дискуссию с Алло Барон, который напишет книгу истории евреев, в которой не будет, как бы, истории только слез, да, и несчастных случаев, которые касались евреев. И еще другое, как бы, вообще, другое мнение Аньского, который смотрит на вопрос с другой стороны. Значит, он говорит, что вообще это совместная история, евреев и неевреев, потому что тут насилие связано с политикой государства. Ну да, если мы посмотрим вообще на насилие, антиеврейское насилие, как на историческое явление, у нас появляется куча всяких категорий, всяких, как бы, областей, в которых мы ведем свои исследования. Можно бы дать короткий список вот этих категорий, они, конечно, я постараюсь несколько из них подчеркнуть, но это вообще далеко не все. Давайте начнем с этого, что если мы исследуем антиеврейское насилие, как историческое событие, что мы исследуем? Мы помещаем свои исследования, конечно, в зоне социальных взаимодействий. Это сперва. Значит, мы исследуем взаимовлияние, контакты в таком очень специфическом моменте, между евреями и неевреями. Дальше мы попадаем в зону истории конфликта, исследования истории кризиса. Дальше мы исследуем социальные реакции на новые социальные обстоятельства. Значит, что-то меняется и активно как бы меняется подход к разных социальных групп. Тут появляется вопрос, как вообще мы определяем евреев, но я в эту зону не хочу входить пока. Вы понимаете, что вообще это еще более усложняется наша позиция. Дальше. У нас же появляется вопрос или позьба, в которой мы функционируем, социальные коммуникации. Тут идет речь о погромной пропаганде или анти-погромной пропаганде. Тут речь идет вообще о том, к чему мы коснулись в течение второй лекции. Значит, тут речь идет о всякой публицистике, всяком дискурсе, связанном с антиеврейским насилием, который призывает к насилию, а с другой стороны, который как бы пытается стать сам по себе защитой от антиеврейского насилия. Дальше мы идем к вопросу исторической травмы. Значит, если мы пытаемся отключиться непосредственно от непосредственных изучений того, что, как это все происходило, когда поднимаемся на уровень так называемой истории второго уровня, как в Германии говорят, мы исследуем вопрос исторической травмы, событий, которые, граничных событий, на границах вообще человеческого понимания. Это относится тоже к событиям, связанным с Шоа, антиеврейским насилием Второй мировой войны. Да, тут еще идет вопрос исследования антиеврейского насилия вообще в области морального шока. Значит, то, к чему относился Бауман, про которого я говорил, даже Ханна Арендт. Мы вообще далеко от непосредственных изучений антиеврейского насилия, но мы как бы поднимаемся на уровень разговора про этику, про моральность вообще, про вопрос, кстати, куда и где мы находимся после всяких травматических событий, связанных с насилием. Насилием прямо направленным на группу, которую мы по разным причинам и мотивам определяем как евреи. Дальше есть еще два вопроса, которые касаются социо-политических изменений. Значит, вопрос зоны, в которых мы находимся, перераспределение власти и перераспределение экономических ресурсов. Тут вопрос, конечно, который мы иногда поднимаем. Есть такие статьи, которые показывают, что там типа в связи с экономическими вопросами, политикой, изменениями в политике повышается уровень показателя антиеврейского насилия. И вообще как бы у нас даже осень 1905 года, как пример, но мы попадаем просто в эту зону. В этой зоне как бы крутимся, исследуя свою тему. Дальше есть как бы вопрос вообще политической напряженности. И тут появляется, кстати, очень известная теория предхранительного клапана. Значит, когда антиеврейское насилие – это место для того, чтобы как бы всякие негативные эмоции и вообще потребности как бы выбросить из как бы внутри какой-то социальной группы. Есть тоже как бы эта зона, на которую мы можем смотреть, и даже она появляется в современных работах как попытка объяснения. Но мы попадаем как бы в сферу изучения, прежде всего, как бы с точки зрения политической истории насилия. Мы не должны забывать, если мы исследуем вообще насилие, что есть тоже группа работ, связанных с психологами, и социальными психологами, которые подтверждают, что вообще насилие – это естественная социальная активность. Что она была, она будет. Это вопрос только условий, в которых активизируются люди к этому делу. Так что мы тоже как бы в этом пространстве как-то должны себя находить. До того, давайте еще быстренько добавим вопрос реализации политических идей. Дальше социальный контрол, конечно. Дальше социальная разбратность, так скажем. social depravity, я не знаю, хорошо я подобрал по-русски термин. Дальше мы приходим со всем этим, в зону исследования, модернизации. Значит, вообще говорим, что у нас ситуация, в которой мы исследуем, исследуя антиеврейское насилие, мы исследуем какую-то часть, какую-то часть и вообще результат модернизации, в этой, так скажем, периферийной, периферийной как бы отмене этого процесса. Ну вот это список неполный, конечно. И почему? Потому что вообще антиеврейское насилие связано с крайне разными явлениями, социальными, политическими явлениями. И очень редко оно функционирует в одной только этой сфере. Там пересекаются постоянно вот разные эти, как бы, почвы, разные зоны, в которых это все происходит, про которых я вам сегодня уже вот этот маленький список составил и рассказал. Проблема в том, что, кстати, исследуя антиеврейское насилие, мы субъективно выбираем вот эти зоны, в которых мы будем помещаться. И вообще до сих пор никто не нашел ключа, в каком мы будем выбирать вот эти зоны. Дальше мы как-то выбираем одну, две, три максимально, да. Очень сложно как бы сделать тотальный такой вид изо всех стран одного как бы происшествия, которым мы занимаемся. И вот вопрос, который еще тут надо подчеркнуть. Значит, антиеврейское насилие помещается неплохо во всяких теориях, больших теориях, как теория модернизации вообще, да. И с другой стороны, мы очень часто касаемся через исследования этих трагических происшествий, мы очень часто касаемся как бы всяких мелких регулярностей, всяких мелких, даже малых, низких теорий низкого уровня, да. И вообще процессов, которые как бы мы знаем, но они не выходят в зону как бы больших теорий. Тут можем сказать так. Никто до сих пор еще как бы не помог как-то поукладывать на полке нашей темы в связи с этой широкой зоной того, что нас ждет, если мы пытаемся исследовать. И сейчас появляется, кстати, наш главный вопрос в зоне наших интересов. Значит, мы, что мы, кроме самого явления насилия, что мы исследуем, когда мы исследуем антиеврейское насилие? Кстати, конечно, мы можем остановиться просто только на том, что мы исследуем насилие. Мы можем остановиться, что нам достаточно исследовать, как, кто, кого, в каких условиях, и это все, да, по каким причинам это важно, да, не забывайте. Кто ответственный, кто виноват, все, да. Хотя тут тоже прямо как бы сложно ставить этот вопрос, надеюсь, помните. Но если наша тема настолько разная, настолько по-разному включается в десятки вот этих всех как бы областей, всяких кружков исследования, тем, теории и так дальше, как я пытался вам объяснить, но может быть, мы что-то еще можем получить из наших исследований антиеврейского насилия. Да, кстати, конечно, если бы мы только пытались сосредоточиться на антиеврейском насилии, исследуя вот нашу тему, мы бы очень как бы быстро как бы пришли к всяким грустным, трагическим выводам, и я не уверен, что вообще наш труд пригодился кому-то больше, чем тем, которые вообще сидят в теме. Если мы хотим как-то повлиять на то, как мы понимаем мир вообще и его прошлое, мы должны использовать изучение антиеврейского насилия к более как бы широким целям. Я подготовил вам несколько примеров, не очень много, и далеко не все примеры тут будут представляться. Я буду очень рад, если у вас будут еще идеи, и вы сможете, захотите сейчас, сегодня высказать вот эти идеи, что мы исследуем, когда мы исследуем антиеврейское насилие. Да, давайте коснемся сперва к политике и вопросу, если мы исследуем насилие, как это повлияет вообще на то, что мы понимаем из истории политических событий, политических выборов. Мы, значит, занимаемся вопросом изучения антиеврейского насилия как маркера политического конфликта, который мы можем даже рассматривать на самом низком уровне, на уровне выборов, которые делаются среди случайных жителей каких-то местностей. Я, конечно, отношусь к книге Джеффа Капштайна и Асона Виттенберга, про которую я вам рассказывал раньше чуть-чуть, она будет тоже в списке в нашей библиографии, книга, которая выводит почву антиеврейского насилия 1941 года на территории польских земель, связывает как бы это насилие очень тесно с политикой и с тем, как происходят выборы в межвоенный период. Значит, тут появляется попытка не только что исследовать антиеврейское насилие как такое, но исследовать антиеврейское насилие как только результат чего-то другого. Значит, тут попытка объяснять, к чему приводит какая-то политика, какой-то вид политики, к чему приводит то, что появляются результаты выборов, и никто за этим не работает, в смысле не думает про возможно трагических длинных результатов этих выборов. Тут появляется попытка исследовать действительную влиятельность политических решений. И еще раз хочу подчеркнуть, на самом низком уровне. Ну вот, исследования такого рода показывают нам, что политические подразделения в обществе имеют очень глубокий смысл и иногда оказываются смертельными, так скажем, приводящими к вообще ужасным событиям. Конечно, к подходу критически относились разные исследователи. Об этом тоже уже вам рассказывал. Но тут речь не про книгу, которая является частичной попыткой таких исследований. Речь идет о том, что вообще антиеврейская насилия является нам только как бы событием, с которого мы начинаем, но идем глубже. И то, что мы в традиционном подходе назвали бы по искам генезиса, генологии антиеврейского насилия, переворачивается в главную цель наших исследований. Все это не функционировало бы, конечно, без окончания, которым явилось антиеврейское насилие. Это первый пример, который мы можем привести к вашему мнению. Давайте перейдем к второму. Что мы исследуем еще? И тут второй вопрос постараюсь объяснить на основе исследований еврейской самообороны. Значит, исследования групп, которые были составлены в разных ситуациях евреями по поводу защиты еврейской общины и вообще евреев перед погромщиками в течение погрома. Значит, какая зона открывается у нас? Если мы касаемся вообще антиеврейского насилия, если мы не очень хотим попасть и сделать ошибку, одной из семи ошибок, про которых я говорю, значит, ошибку, в которой евреи являются предметом, таким мертвым предметом, так скажем, истории про насилие, жертвами, которые просто принимают судьбу и все, значит, мы должны искать и исследовать вопрос активной деятельности, а вы уже знаете, что все события антиеврейского насилия – это интеракция, это хотя бы две стороны, две активные, активно действующие, поэтому мы, когда входим в зону еврейскую самообороны, у нас раскрывается новое поле исследований, значит, мы занимаемся сперва изучением новых социальных элит, которые возникают в момент угроз. Да, социальных элит, я хочу специально это подчеркнуть, значит, исследуем процесс переструктуризирования общества, кстати, еврейской общины, да, у нас появляется вопрос управления в кризисе и более важными, более активными, более влиятельными, оказываются те, которые принимают участие в группах самозащиты. И вот это все видно, мы очень мало имеем работ вообще по этой теме, все это очень видно, когда мы видим какие-то куски мемуаров, в которых, например, появляется вопрос, что те, которые очень часто занимали низкие позиции в социальной структуре, даже общины, они поднимаются, когда только идет угроза погрома и когда всем известно, что они будут защищать, что они в группе запишутся. Не важно, в том числе идет как бы в отставку вопрос, они бундысты, они коммунисты, кто они. И тут появляется еще вопрос новых социальных стратификаций, конечно, которые принимают совсем. Когда мы посмотрим, как традиционные евреи, как бы религиозные евреи смотрели вообще на вопрос людей, которые принимали участие в самообороне, с которыми бы они даже разговаривать, наверное, не хотели в нормальных условиях, потому что они типа социалисты, коммунисты, вообще не религиозные по большинстве. А тут у нас же есть источники, которые показывают, что типа даже традиционные религиозные люди, раввины общины, типа говорят, ладно, все, они будут защищать наших всех евреев. И поэтому, кстати, мы согласны, чтобы они как бы выступили за нас. Мы же знаем, что есть как бы ситуации, в которых в синагогах собираются вообще члены общины. И протеста нету, никто не против. У нас меняются вообще, исследуем вообще изменения временные, конечно, социальные стратификации, но никто не пытался исследовать, что происходит после погрома. Это возвращается, когда упадает как бы вот угроза уже, это возвращается, идет как бы борьба, как бы отменить эту стратификацию, как бы поменять структуру, вернуться, например, к бывшим структурам и показать, что типа вот эти члены самозащиты, они не должны как бы занимать такого рода позиции, социальные позиции. Если мы смотрим на это, и это второй вариант, второй вопрос, что после того у нас появляется мартерология и героические описания, как функционировали члены самообороны еврейской, мы можем думать, что они пытались как бы завоевать это место на более длинный срок, значит, что у них появилась нехватка как бы того, что их как бы оттолкнули уже на более низкие места после как бы угрозы. Но тут как бы это гипотез, потому что исследований пока нет. Надо исследовать, и мы попадаем в зону вообще внутренней еврейской истории. Мы попадаем вообще в зону, как функционирует община в течение кризиса. А все это только за одним вопросом исследовательским. Значит, вопрос называется еврейского самооборона в течение, в течение, как бы в момент, когда случалось антиеврейское насилие. Дальше тут появляется то, к чему я коснулся, исследование вообще попытки строения новых героев, исползывание вот всяких библейских мотивов, да, восстаний, героев древних времен, которым надо, на основе описания которых надо как бы строить новые, как бы новых героев, новой истории. Это очень сложно делать в Российской империи. И тут появляются, кстати, даже те, которые функционируют в области еврейской самообороны. Если вы возьмете в руки Гибру Тигатэк, вот собрание фотографий, изданное в 1065 году на Идиша, там это все видно, как еврейский мир пытается строить новых героев еврейских общин, да. Они же Кидуш-Хашем еще до того, те, которые погибли в течение антиеврейского насилия, да, антиеврейских погромов, так скажем. Тут включается даже попытка и возможность исследовать, как с точки зрения новой еврейской политики используются вообще техники распространения пропаганды героев, новых героев, да, и даже героических, да, и тех, которые, как скажем, но знали, что, типа, будут отдавать свою жизнь за общину, даже общину тех, которых они не ценили, значит, типа религиозных, религиозных людей. Тут, смотрите, появляется вопрос, который тоже не исследован. Если у нас герои самозащиты по большинстве, или по частям хотя бы, ну, настолько мы знаем по большинстве, это евреи, связанные с радикальным левым движением, анархисты, социалисты и так дальше, и они все получают Кидуш-Хашем, религиозной, как бы, религиозную, как бы, ну, оппозицию, так скажем. Как это все совпадает с точки зрения тех, которые бы в нормальных условиях не хотели даже с этими людьми очень долго поговорить на улице. Но тут появляется зона, в которой мы дальше с антиеврейскими насилиями работаем. Через антиеврейское насилие мы касаемся вообще других вопросов, касаемся отношений между разными группами еврейскими, и, кстати, касаемся того, как быстро и каким способом можно было прийти к компромиссным, как бы, решениям, да. Как можно было в таких ситуациях найти совместную почву, да, для разговора и функционирования. И тут, как бы, я вижу очень важную роль, которую играют исследования антиеврейского насилия. Давайте, кстати, пойдем дальше. Третий вопрос, третья зона, третий ответ на вопрос, что мы исследуем, когда исследуем антиеврейское насилие, это ответ очень много странный, так скажем. Значит, мы исследуем границы компромисса, социальных соединений, компромиссов, да, и социальных подразделений. Значит, тут зона для нас, когда мы смотрим на насилие и на то, как евреи реагируют, и не только евреи реагируют, реагировали на события, связанные с насилием, и вообще в каких это случаях приходило к антиеврейскому насилию, мы исследуем вопрос подразделений, границы этих, как бы, пунктов, в которых меняются социальные, как бы, подразделения, социальные отношения, да. Кстати, антиеврейское насилие является, так скажем, маркером процессов, которые, как бы, переходят выше каким-то нормам, да. Если какой-то процесс приближается или переходит к границе вообще, как бы, социального, как бы, принимания того, что происходит, да, насилие является, как бы, такой красной лампочкой. Значит, появляется насилие, когда граница пересечена, да. И вот для нас так раз антиеврейское насилие может стать таким маркером, который мы можем использовать в исследовании разных, как бы, вопросов, значит, всяких политических консенсусов, да. Дальше экономических вопросов. И даже третья зона, в которой это работает, это зона пространства. Этому еще отдельно мы коснемся. Значит, объясняю, в чем дела. У нас, если мы смотрим на фейлдальное государство, в котором функционируют социальные слои, в котором там все в порядке, как бы, каждый знает, что может, чего не может, что обязан, и так дальше, да. Насилие появляется очень часто в момент, в котором кто-то пытается пересекать, да, эти границы, как бы, между слоями, да. Шляхта, мечтайство, евреи в том числе, да. И они все знают свои, как бы, зоны, в которых они работают, в которых функционируют, что им можно, чего не надо, и так дальше. Если это меняется, появляется насилие. Это очень хорошо видно, кстати, в разных местах. Даже в таких категориях мы можем относиться к антиебрейскому насирию вот в течение, в 17 веке, в течение Хмельничества, да. Кстати, тут идут вопросы, идут вопросы, связанные с сословным, как бы, сословным подразделением, да. Тут идут вопросы, связанные с религиозным подразделением. Если кто-то пересекает границы, появляется насилие. И это не только по отношению к евреям, конечно. Мы тоже это видим по отношению к вообще в зоне религиозной, как бы, да. Мы видим, как появлялись там всякие акты насилия против протестантам, например, в 18 веке, да. Ну, примеров тут можно искать много. И вот мы тут по-новому возвращаемся к этой концепте как бы маркера, который обозначает место, в котором пересекаются границы. И тут, кстати, проблема появляется в государстве, которое отходит от феудальных структур. Значит, в новом модернизованном, так скажем, государстве у нас появляется вопрос, где, как, чем является насилие. И тут тоже, знаете, поступает вопрос многоцези, места евреев вообще в новых государствах. если если мы исследуем антиеврейскую насилие, оно, кстати, остается этим маркером пересечения границ, но его становится побольше, потому что границы пересекаются очень часто. Почему? Потому что не очень понятно, кто и куда, где эти границы пытаются поставить. поэтому появляется вопрос, например, эмансипации евреев, тем более они хотят быть эмансипированными, хотят равноправия, тем более появляется, тем повышается уровень вообще насилия разных типов, не только физического насилия, на котором мы сконцентрированы, но вообще появляются разные, даже новые типы насилия. все это как бы может казаться того, что мы можем определить как моральная экономия, хотя не понимаем так, как хотел Эдвард Томпсон, понимая, как не только экономические вопросы, но только как тоже, например, элементы юридического законного положения. Я вижу вопросы, но буду относиться к ним в конце. Дозвольте еще несколько слов рассказать по этой теме. так. Дальше мы функционируем в мире, в котором в гуманитарных науках как это сказать по-русски пространственный поворот, переворот, не знаю, как это прямо сказать, спать от терн, значит, мы все должны сейчас исследовать связи с пространством, понимаемые не только прямо как пространство на карте, даже социальным пространством, тут разные виды, типы пространства, да, и вот следующий вопрос, значит, исследуя антиеврейскую насилие, мы приходим к выводам, и это тоже очень большой шанс исследовать практические и фактические функционирования всяких как бы элементов вообще входящих в зону понятия модернизации, я имею ввиду факторы, которые доводили к возниканию социально-экономических конфликтов и вообще насилия в этой зоне, да, появляется вопрос урбанизации, значит, разница, город, село, деревня, дальше появляется в более низком уровне вопросы статификации пространства по городам, хорошие и плохие кварталы в городах, и тут мы тесно приходим к вопросу плохих результатов процессов модернизации, это понятно, мы уже об этом давно знаем, что модернизация это не только хорошие вещи, к которым она нас приводила, но если мы смотрим в категориях пространства, по-разному мы можем это пространство еще раз хочу подчеркнуть, понимать, у нас шанс исследовать по-новому через на серии, исследовать новые карты, так скажем, социальных стратификаций с точки зрения вот этих всех плохих последствий модернизации, если где-то куда-то доходило до насилия, это есть шанс, что что-то не так произошло с модернизационным процессом, или вообще насилие, как говорит Балман-Ярент, это случайная часть, естественная часть мира нового типа, так скажем, но тут все мы имеем очень легко, можем очень легко исследовать в зоне пространства даже и социального, и даже пространства, которое мы очень прямо понимаем, как вид, так скажем, гагра. и тут появляется, кстати, еще подразделение, очень важное, для которого вообще исследования антиеврейского насилия стали бы очень характерными и очень как бы хорошим маркером изменений, значит, это тоже только гипотезы, все надо, конечно, проверять, значит, модернизация полная, так скажем, западных стран, если мы про Европу вообще, и периферийная модернизация центральной и восточной Европы, и насилие как результат этой периферийной, значит, модернизация, значит, такой, которая опаздывает, так скажем, и которая потом реализуется очень быстро и с всякими даже, так сказать, вопросами, которые даже в западной Европе не имели места как бы возникнуть. И последнее еще, я пытаюсь самые главные только вопросы передать, чтобы поставить пространство для разговора, и последнее как бы тут вопрос, значит, дискурс. Что это нам помогает, значит, если мы пытаемся сосредоточиться на вопросах антиеврейского насилия, мы получаем возможность исследовать, конечно, как меняются вообще, меняются разные сферы коммуникации в момент кризиса. это одно. Дальше. Как поступает как бы воспринятие насилия и модели описания насилия в публичной зоне? мы до сих пор вообще не очень знаем, как точно функционируют механизмы строения коммуникации в 19-м, первой половине 20-го века в таких моментах кризиса, но в современности это уже другой вопрос. Хотя я глубоко уверен, что если мы познакомимся с моделями организации коммуникации в ситуации кризиса, когда появляются вопросы насилия и вообще вопросы этики, кстати, политики, попытка ответа, это хорошо, что это все происходит, или плохо, и если так, для кого хорошо, для кого плохо, каких слов, какие слова использовать вообще для описания, какие модели коммуникации, как описывать события, у нас же, и мы об этом знаем из второй лекции, появилась уже как бы так скажем, схема описания еврейского погрома в начале 20-го века, она функционирует почти до 20-го, 21-го века в таких описаниях. И вот это просто как модель, рамка, которую мы заполняем только другими личными информациями. И вот вопрос, когда это все возникает, и мы попадаем, кстати, в зону исследования истории строения всяких направлений коммуникации ситуации кризиса. дальше, и это связано с тем, что я рассказывал вам при том, как рассматривали, когда мы рассматривали вопрос исследований самообороны еврейской, это попытка исследовать вообще историю нарративов новых, как бы новейшей истории про еврейских героев. Тут сионизм, историография и вообще литература сионизма помогает, но у них свои герои, так скажем, своя модель вырабатана. Тут появляется вообще модель светского героя, который не до конца светский, потому что он кидуш хашем, помещается в этой категории, но с другой стороны вообще те, которые прожили, это другое, значит, но они являются как бы примером, на котором можно писать героические нарративы, касающиеся вообще новой, очень близкой еврейской еврейской истории. И тут мы касаем, когда мы исследуем в области дискурса, вот все это, мы приближаемся, кстати, к вопросам и изучать стратегии борьбы с антиеврейским движением вообще, ну, тут проблема антисемитизма как, да, как почва антиеврейского погрома, но мы же не вообще вырезали вот этого понятия вообще из-за антиеврейского насилия, я вижу только всякие ограничения, которые касаются объяснения вообще механизмов антиеврейского насилия через понятие антисемитизма, но оно уже функционирует вполне, и как бы в зоне дискурса мы приводим себя к этому вопросу исследования механизмов борьбы, не то, что борьбы через как бы строение всяких там организаций, самообороны и так дальше, мы говорим про то, что антиеврейское насилие используется как, так скажем, артефакт, которого описание, через описание которого строятся никакие элементы стратегии борьбы с антисемитизмом вообще, да, я имею в виду тут всякие подробности описания ужасов связанных с антиеврейским погромом, да, я имею тут в виду то, что касается обвинения, да, и мы сразу в этот момент проходим в последний как бы последний мой пункт, про который я хочу рассказать, значит, если мы про дискурс и вообще то, что мы исследуем, мы тоже касаемся исследованием политической реторики, которая использует мотив насилия, а в том числе прежде всего в 20 веке, да, длинным 20 векем до войны и даже после войны, после Шоа, как бы описание вообще антиеврейского насилия как части политической реторики и политического использования. Конечно, мы тут с вами разговариваем про всяких некоторых, так скажем, избранных возможностей, тут этих зон можно еще добавить несколько. Почему я выбирал вот эти? Значит, я хотел просто показать, что мы иногда, исследуя антиеврейское насилие, мы можем исследовать далеко дальше, да, и всякие вопросы, которые нам кажутся стоящие далековато слишком происшествия, связанные с антиеврейским насилием, но все равно через как бы то, что мы концентрируемся на событиях, что эти события вызывают в нас вопросы, которые расширяют нашу зону, в которой, так скажем, мы пытаемся вести исследования, вот мы получаем еще ответы и вообще решаем вопросы, которые расходятся далеко шире, чем вообще антиеврейское насилие, как тема, которую мы просто воспринимали непосредственно, прямо, так скажем, в ограниченном смысле. Значит, у нас вообще, если мы касаемся вообще тем всех четырех лекций, четырех главных вопросов, я глубоко уверен, что это не единственные вопросы и главные вопросы, которые у нас появляются, когда мы исследуем антиеврейское насилие. Тут сложности, к которым мы приходим, это, конечно, тема, которая вообще-то не неутральная, это еще раз надо подчеркнуть, тема, которая не является нейтральной ни для евреев, ни для неевреев. Тут постоянно на все современные наши подходы к теме накладывается как бы конструкция виновников и жертв, это понятно, и когда мы в этой конструкции работаем очень легко принадлежим всяким нажимам, всяким весам, мы это чувствуем просто повседневно. Поэтому, кстати, книг, конечно, по еврейскому насилию очень много, хотя большинство из них сосредоточено на вопросах коллективного, массового насилия. Мы очень мало знаем про насилию, индивидуальную насилию, да, и хотя побольше знаем об этом для периода Второй мировой войны и послевоенного периода, мы очень мало знаем об этом до Второй мировой войны. Дальше это обозначает вообще, что тема, хотя сложная, хотя очень легко попадающая всякие политические и религиозные даже, психологические сферы давления. Но тема очень важна, потому что через нее мы, кстати, прямо можно сказать, тут приближаемся к понятию, почему мы сегодня здесь и в таких, но не других отношениях. Конечно, тут вопрос еще терапии, терапевтический вопрос, я про него говорить не буду, тут надо психологов и тех, которые разбираются вообще в том, важно работать с этими темами для вообще, так скажем, выработания, очищения зоны общественного мнения и вообще психологии уже не индивидуальном, но в массовом виде. К сожалению, можно сказать так, что наши исследования в этой области, они не хронят нас от насилия. И это уже видно сразу с работ и Баумана, и Арен, мы не сможем никаким способом обеспечить других, евреев, неевреев от актов насилия. Это понятно, но мы помогаем понять механизмы и контекст того, в каких ситуациях приходило к насилию, и это очень важно. Тоже мы помогаем понять длинные и даже стоящие далеко от насилия консеквенции, результаты последствия этих событий. И дальше изучая насилие, антиеврейское насилие, мы очень часто можем приблизиться и изучать вообще другие зоны, которые стали далековаты не только от насилия, а даже от еврейской истории Jewish State. Все таки у нас перед нами вопрос. Настолько много наших работ и всяких очень разных с точки зрения парадигмы, методологии, вопросов, а даже качества работ функционируют уже в научной и даже не научной сфере, мы приближаемся к тому, что нам нужно просто сесть и вырабатывать уже какие-то основы, хорошие практики, так скажем, для того, как вести эти исследования. Очень не хватает, например, работы с психологами, социальными и даже филозофами, которые помогли бы как-то понять лучше и увидеть границы даже этих моральных сфер наших исследований. Все это будущее и я очень надеюсь, что вот эти четыре лекции, которые как бы хотелось показали всем, может, не прямо вопросы, которые вообще вы можете находить в разных публикациях, что эти четыре лекции показывали вам настолько важная тема антиеврейская насилие, настолько разнообразная и настолько требующая вообще еще каких-то встреч, публикаций, которые давали подживу для развития исследований в дальшей перспективе. Сейчас у нас куча всяких результатов, но до сих пор нет какой-то попытки конструировать почву и поставить вопросы, куда идем дальше. Так, это все, значит, большое спасибо еще раз, что мы могли встречаться. Сейчас я постараюсь ответить на вопросы, я очень жду тоже вашего мнения, как вы считаете, что мы исследуем, когда исследуем антиеврейское насилие. Большое спасибо. Артур, спасибо большое за мощный финал и вообще за замечательный курс. И у нас, как всегда, в процессе, уже традиционно, сразу в чате много всего. И я тогда начну с вопросов в чате, пока никто руку не поднимает. Хорошо, тогда вопрос от Маргариты Фабрикант. Многотемья характерна только или в большей степени для еврейского насилия или для любого исторического феномена. Вопрос не риторический. Ответ мне кажется очевидным, хотя у меня любые рандомные попытки скрестить историю и теорию на любом материале дают тот же эффект. Что такое многотемья? Вроде понятно, да? Я думаю, Маргарита, спасибо большое, я думаю, что я в курсе вашего вопроса. Значит, да, но, конечно, вопрос очевидный. Мы выходим точно из-за рамки антиеврейского насилия, это понятно, хотя мы сосредоточились на этих событиях. Тут сложнее еще, значит, я боюсь вопроса, и хорошо, что он не был задан, но я его задам. Значит, антиеврейское насилие является каким-то феноменом, феноменом, как это сказать правильно, феноменом, да, вообще или нет, да? Очень много лет мы считали, что да, и с точки зрения Jewish Studies, конечно, мы будем говорить, что да, это просто уникальное, это как бы отдельное, но с моей точки зрения, к сожалению, нет, не уникальное, не отдельное, это, конечно, добавляются разные условия, да, с точки зрения как бы многочемные, характерные для любого исторического феномена, даже, я бы сказал, не только для феномена, но эта тема отдельная, конечно, я с удовольствием поговорю, но боюсь, что это не места для таких, как бы, размышлений. Все это в процессе, конечно. Да, тут очень важный вопрос, который вы подчеркнули, тут вопрос теории и истории, так скажем, практики. Мы уже на таком уровне, что я считаю, что история без теории является очень скучной, мы пересекли уже момент, когда мы могли только реконструировать факты, события, поэтому в никаком случае мы не можем писать истории антиеврейского насилия без теоретических подходов, потому что мы ничего из этого не поймем. Конечно, мы можем делать антикрупедию погромов, типа, и писать 125-й как бы кейс-старий погром где-то там, но все это должно к чему-то нас приводить, значит, к пониманию, как бы, приводить к пониманию лучше, что произошло, что, как, и вообще, кем мы являемся вообще в связи с этими событиями, да, поэтому, ну, так, я не знаю, ответил я хотя бы частично на ваш вопрос, но я думаю, что полный ответ, это вообще долгий разговор, который мы можем, конечно, перевести, но не уверен, что тут всем это будет очень интересно. Спасибо. Следующий вопрос. Ага, вот хорошо, Евгения, я вижу еще ваш вопрос, давайте сначала тогда вопрос из чата, а потом Евгения. Лена Димон спрашивает, или, да, что-то заключает. Антиеврейское насилие часть истории на протяжении тысячелетий, оно по-прежнему не только история, но и настоящее. Есть ли нечто подобное конкретное насилие в истории? И второе, история, как известно, никого, чему не учит, но есть ли серьезные работы, связывающие сегодняшнее антиеврейское насилие с историей явления? Артур, у тебя выключен микрофон. Да, извините, спасибо большое, очень хороший вопрос, ответ сложный на первый вопрос. Есть ли еще нечто подобное конкретное насилие в истории? Я могу сказать, что, наверное, есть не в одной стране даже, дальше, конечно, тут вопрос про уникальность холокауста, кстати, с которым я встречаюсь, но я боюсь на него отвечать, потому что у меня нет таких информаций, которые привели мне ответы, за который я могу брать ответственность. Мне надо просто еще читать, учиться, если бы я хотел на такой вопрос ответить, но про насилие вообще антиеврейское я могу сказать, что, конечно, есть разные примеры. Дальше, я глубоко уверен, что если бы мы вошли в зону, очень интересную зону для исследования антиеврейского насилия, значит, с точки зрения очень модной в последнее время глобальной истории, если бы мы более широко почитали, посмотрели, что происходит в Индиях, например, что в Азии происходит и так дальше, и искали попытки сравнивать, мы бы стопроцентно увидели, что тут уникальности нет. Конечно, если мы смотрим на этот вопрос с точки зрения еврейской, значит, если мы вообще говорим, что мы помещаемся в Jewish Studies, мы бы сказали такой ответ, что да, конечно, это уникально. Почему? Потому что это касается евреев. Все это зависит от позиций, с которой мы будем пытаться отвечать. Если мы считаем, что вообще еврейская история уникальна, или вообще польская история уникальна, это все зависит, понимаете, от места, с которого мы будем отвечать на тот вопрос. Это первый вопрос. И второй вопрос. История, как известно, ничего не учит, но есть серьезные работы. Да, есть серьезные работы. Знаете, тут вопрос очень сложный, потому что есть работы социальных психологов, которые относятся к историческим работам, так скажем. иногда искают почвы для выводов современных, типично современных выводов. Тут могу обратиться к друзьям, которые работают на моем университете. Профессор Беляевич, очень известный исследователь, который, конечно, то, что делает в зоне современной социальной психологии, относится к историческим событиям очень тесно. Но это только, так скажем, момент, чтобы показать, что то, что сегодня происходит, не появляется вот как-то типа из неба не падает. Это откуда-то берется. Но исследования, которые очень тесно связывали, но могу относиться к известной книге Даниэла Хоровица, The Ethnic Riots, которая тоже очень сильно входит в исторические события. Без этого, кстати, очень сложно понимать современность. Но с другой стороны, это слишком мало. Это не обозначает, что мы учимся на исторических примерах. Это не обозначает, что достаточно написать, что что-то происходило раньше, чтобы обеспечить уже наше будущее. История чем-то помогает объяснять, понять, почувствовать почти. Но я глубоко уверен, что в социальном смысле люди сегодня более будут поверять психологам, чем историкам, к сожалению. Потому что это понятно, это прошлое, кстати, только конфликты из-за прошлого, из-за памяти. А вот то, что мы понимаем, это другие методы, методологии, это психологи нам покажут, в чем дела. И, кстати, им тоже не все верят, это понятно. Так что тут согласен, что мы не учимся. Я не уверен, что сейчас в полном объеме то, что мы делаем в зоне истории используется теми, которые занимаются современностью. вот так скажем. Хотя я лично вижу всякие параллели даже, механизмов. Не каждый раз я умею еще это называть. Не каждый раз я умею, я смогу доказать, кстати, что это все связано. Но лично вижу всякие связи, всякие контакты современности с прошлым, это понятно. Так что пока все ждем таких работ, которые будут еще больше связывать прошлое с современностью, хотя про будущее не говоря. Еще одна часть ответа, когда мы работали в большом проекте, которого результатом оказалась четырехтомная книга, посвященная антиеврейским погромом, коллективной массовой насилии, мы работали тоже с моим коллегой доктором Веневским, который пытался вообще на основе исторических данных вырабатывать то, что я говорил, что это какой-то алгоритм на погром. Он пытался показать, что должно происходить, что возникло насилие, в том смысле коллективного насилия. Но про результаты я могу только вас попросить почитать. Она доступна в свободном доступе на польских серверах, но, к сожалению, пока еще она на польском только я надеюсь, более-менее там все будет понятно. Русский же очень близкий, польскому так можно более-менее прочитать. Я уверен, что все с успехом. Спасибо большое. Я надеюсь, более-менее ответил на вопрос Лены Диамант. И давайте идем дальше. Евгения Молочук, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Здравствуйте. И большое спасибо, как обычно, за очень интересную лекцию и за такой чрезвычайно дифференцирующий взгляд на проблему. Я вам за это особенно благодарна. Я как-то серьезно восприняла, хотя я совсем из другой области, ваше приглашение к тому, чтобы подумать вместе, какие могут быть еще сферы пересечения. Но поскольку все-таки мы все находимся в интердисциплинарном поле, это дает мне надежду на то, что я тоже могу что-то к этому может быть или какие-то сомнения или какие-то соображения добавить. Но я начну тем не менее с сомнения. Ваша концентрация на пространственном повороте. Пространственный поворот это один из многих культурных поворотов. Существуют, разумеется, и другие повороты. Тот же иконографический, посклоняльный, я не знаю, это слишком такая серьезная тема, чтобы здесь касаться. Почему вы на нем сосредоточились именно на пространственном повороте и исключили по крайней мере из списка своих зон, как вы их называете, другие потенции или другие потенциалы других поворотов. Тем не менее, если мы останемся в рамках пространственного поворота, мне кажется, что здесь наверняка и есть такие работы, но может быть это не было тематизировано. Мне кажется, было бы интересно посмотреть на пересечение действительно пространственного аспекта и империальных студий. Что происходит с погромами, с антиеврейским насилием в тех регионах, которые ранее относились к мультинациональным и мультиконфессиональным империям? После падения империи, как известно, там резко обостряются эксцессы национализма. И таким образом пространственный аспект мог бы быть выведен вот в эту область взаимодействия с империальными студиями. Для меня, конечно, близок пример Львова, который дал погром в 1918 году и затем в 1941 году. И в этом контексте меня интересовала бы, например, тема памяти травмы не только в... Извините, что я остаюсь в этой дискредитировавшей себя дихотомической парадигмы жертв и палачей. То есть память травмы не только в головах жертв, так сказать, или тех, кто был задет этим погромом в качестве объектов, но и в памяти тетер, в памяти тех, кто... Погромщиков, памяти погромщиков. Как так проходит два десятилетия там или чуть приблизительно, и опять этот эксцесс повторяется. Меня интересовал бы здесь вот этот эксцесс с точки зрения памяти погромщиков. Далее это... Мне просто пришел этот вопрос в голову, когда я вас слушала. Очень интересное рассуждение о том, как через погром прочитываются по-другому взаимоотношения и изменения и иерархии внутри еврейской общины. А скажите, пожалуйста, есть ли исследования, которые концентрируются, например, на функциях и роли криминального еврейского мира в контексте погромов? Что с ним происходило? Достаточно сильные, активные и изворотливые мужчины, что они делали в это время, когда образовывались отряды самообороны? И в том... ВГБ сконцентрировались в большей степени на том, чтобы посмотреть на смену взаимодействия между разными социальными слоями. А еврейская община... А мне пришло в голову в связи с опытом одного моего доброго знакомого, чья мать пережила погром в Киеве времен гражданской войны, то, что можно было бы посмотреть и на взаимодействие еврейской самообороны с другими солидаризующимися нееврейскими организациями. Был великолепный эпизод рассказан, как... После того, как вошли казаки в Киев, конечно они ринулись, так сказать, громить. И вот семья моего доброго знакомого, которому сейчас около 90 лет, была спасена тем замечательным образом, что украинцы организовали вместе с евреями самооборону в их дворе и сказали казакам, подошедшим к воротам, извините, не, извините, мы наших жидив уже повбывали, мы наших евреев уже убили, идите отсюда. Вот, и таким образом было решено, да, был решен вопрос того, что делать, так сказать, с погромщиками. Еще, что меня бы интересовало, это то, что происходит после погромов. Дети, которые остались без родителей в результате погромов, что происходило с ними, например, и здесь тоже могут быть интересные пространственные исследования, куда они перемещались. Понятно, что те, которые бежали от погромов, например, семьи, так сказать, на запад, это был один вектор перемещения. Что происходило с детьми, которые оставались без родителей, куда они, ну, что с ними, как они пространственно распределялись. И, кстати говоря, движение евреев на запад, здесь, конечно, мы вступаем во взаимодействие с миграционными процессами, с миграционными студиями транснациональной истории, которая напрямую работает с переформатированием еврейской диаспоры на западе. И, кстати сказать, в этой связи реакции еврейской диаспоры на западе на бедных родственников, которые ничего хорошего им не сулили, от того, что не приезжали и, так сказать, требовали себе места под солнцем. По крайней мере, в западную, ну, традиционно определяю как западную Европу, мы знаем разные свидетельства тому, и великолепное эссе Йозефа Рот и евреи в странстве очень хорошо это нам показывают. Ну вот, и последнее, что я хотела сказать, это, не сказать, вернее, не знаю, останется ли у вас время, но меня очень интересует этот вопрос в рамках моих занятий. Вы бегло упомянули еврейскую идентичность. Я знаю, что это страшное минное поле, работая в Германии, тут вообще с политкорректностью боишься вступить в лишний шаг и как-то, так сказать, что-то тут задеть. Я вообще удивляюсь, как мы каким-то аппаратом можем пользоваться при таком сумасшедшем прессинге политкорректности. Но все-таки вдруг у вас останется еще какое-то время рассказать хотя бы коротко. А какие подходы вы используете при определении еврейской идентичности, если да? Огромное спасибо. Очень большое количество и вопросов, и хороших идей. Спасибо большое. Я постараюсь хотя бы быстренько всем этим идеям и вопросам отнести. Выбор. Это первый вопрос. Почему Spatial Turn, а не другие? Я скажу прямо, это как бы субъективный выбор, конечно. Я, кстати, сразу сказал, что я покажу несколько примеров, некоторые примеры. Почему пространственный, поворот, потому что он не самый молодой, это так скажем, но с точки зрения вообще Jewish Studies я вижу тут как бы есть последние годы очень много всяких грантов, проектов, которые пытаются использовать вот этот подход. Я глубоко причем уверен, что, к сожалению, в Jewish Studies мы как бы опаздываем за всякими новыми модными как бы течениями. Но тут это, видимо, подсознательно, с которой точки, с какой точки зрения я вообще рассматриваю иногда свои вопросы. Да, это случайно, это субъективно просто. И потому еще, что я как раз тоже начинаю как бы, да, начинаю, я даже в течение работы, связанной с картами насилия и антиеврейского насилия в западных частях Российской империи, в смысле царстве польском, хотя это вполне искусственные как бы, искусственные подразделения, да, но как-то надо. И поэтому я вот обратил на это внимание, потому что я вполне как бы работаю с темой, хотя, конечно, времени не было, чтобы отдельно об этом подробно рассказать, я сейчас заключился на всяких таких общих чертах только, а тут у нас возникают всякие вопросы и даже карты, которые показывают всякие связи, так скажем, с разными чертами социального функционирования евреев и неевреев, да, и вот кстати, можно сказать, что, хотя это еще не результат исследования, это гипотеза, которая возникает, когда мы смотрим вообще на карты и пока еще не сделали одной, что, например, когда мы накладываем на эту карту праведников мира, да, в течение Второй мировой войны, это как Аверс и Ревес, значит, там, где много погромов, там мало, и на Сирии вообще, там мало праведников мира, хотя разные эпохи, мы на Сирии исследуем до 19 века, а как это все ясно, как бы праведники мира, это же Вторая мировая война и после войны, если мы говорим, когда их там находили и брали в списки, но вот, так что тут всякие как бы потенциалы только, и поэтому я как бы решил вот так подумать. Да, кстати, империя и насилие, это очень интересный вопрос, потрясающий вопрос для меня, тем более, что в области вообще не еврейской работает над этим наш исследователь Виктор Мажец, который на английском книгу по революции пятого года издал, и вот он сейчас работает вообще пересекая всякие типичные исторические границы там 17-18 год, показывая, что происходит вообще на землях бывшей Российской империи, да, он сосредоточен на польских землях, но он показывает, как вот развал империи, да, не оставляет вообще как бы других, значит, не оставляет как бы твердых структур конструкции, что все там надо выработать, и вот в этом как бы появляется насилье, как исполняющие разные функции, как результат какого-то процесса, или даже как орудие для как бы организации чего-то, да, вообще тема отличная, очень важная, и, конечно, она может становиться вообще как бы исследования в области постимперского пространства, они мне являются очень как бы исследованиями с большим потенциалом, так скажем. Тут, конечно, надо делать не только работу бывшей Российской империи, да, тут надо включать Австрию и Венгрию, конечно, тут надо думать даже исходя, выходя из-за пределов Jewish Studies, надо думать, например, про колониальные империи, да, тут тема большая, да, но я думаю, что будут проекты, будут как бы исследования, я очень надеюсь, что то, что мы делаем вообще в зоне антиеврейского насилия, это будет помогать людям, которые будут заниматься как бы потом более глобальными как бы рамками этих проектов. Вполне согласен, что эта тема очень важная, еще добавлю потому, что мы вообще сегодня как-то находимся на этом пространстве, и то, что как бы потом, хотя, но Вторая мировая война меняет, но это даже несмотря на это, мы как-то в этом пространстве находимся, и мы иногда приходим к вопросам, которые касаются исторического наследства империи, вообще постимпериального зона, так скажем. Дальше, криминальный мир, да, тема очень хорошая, но сперва я должен подчеркнуть, что вообще исследования антиеврейской самообороны, они очень сложные. Почему? Потому что мало источников, с одной стороны, а те, которые побольше, они издавались уже после, типа, например, как члены самообороны уезжали, бежали где-то из Российской империи, давайте возьмем за пример Российскую империю, уезжали где-то из Штатов, например, они потом писали, типа, что без их участия весь мир был рухнул, да, такая мертвология, героическая история, очень, кстати, надо как бы читать по-другому вот эти истории, но источников мало, из тех, которые мы видим, все было по-разному, то же самое, как бы спрашивали про связь с нееврейскими организациями. Тут приходит еще один нарратив, значит, например, это хорошо полякам сказать, что они принимали участие в самообороне как бы в 1881 года в Варшавском погроме, да, но только кроме того, что кто-то сказал, принимали участие крестьянские вот эти пекари, да, кроме того, никаких доказательств нету, и даже очень легко придумать, что всем хотелось бы принимать участие в самообороне после того, как уже погрома не было, так что тут всякие сложности, криминальный мир, да, есть как бы какие-то информации, что типа всякие там террористы и так дальше принимали участие, подчинялись, даже есть попытка как бы сделать совместную самооборону в никаких местах, но тут идут еще политические факторы, с которыми, например, еврейский бунт пытался как-то, я нашел даже такие инструкции, пытался как-то стать главой еврейской самообороны, пытался делать так, чтобы все другие подчинились к решениям деятелей бунта, но это понятно, что никто не хотел, всякие там монархисты и вообще воры какие-то, которые в момент, когда происходит погром, иногда подчиняются, а стопроцентно были такие, которые в это самое время еще как бы воровали квартиры, хотя они принадлежали к каким-то способам еврейской общине, но и тут последний ваш вопрос про идентичность, кто они, вот эти воры, они евреи, они воры, они кто, да, знаете, я очень пытаюсь бежать от ответа на этот вопрос в своих исследованиях, кстати, поэтому это поцелуй о смерти, конечно, с одной стороны, с другой стороны, не во всех моментах ответ на этот вопрос не нужен, да, бывают возможности, есть возможности, в которых мы можем не отвечать на этот вопрос, или есть такой тоже как бы момент, в котором мы отвечаем по-разному, в зависимости от ситуации, периода, момента, места, да, людей, которыми мы занимаемся, так что вот могу только такой ответ сказать, а, еще дети, что по погроме, это третья очень важная зона, которую вы подчеркнули, да, вообще-то этот вопрос связан с ответом на вопрос, когда заканчивается погром, если мы про погромы вообще, да, значит, он заканчивается, когда последний погромщик ударает последнего еврея, и когда, что это обозначает, тут тоже как бы отводцем того, что я говорю на первой нашей встрече, да, появляется вопрос вообще, который, на который ответ я выучил от тех, которые занимались средневековьем, прежде всего от моей подруги профессор Ханны Заремский, которая написала книгу про краковских евреев средние века, и вот в книге глава посещена, я бы об этом уже напоминал, по-моему, погрому 1407 года, в котором она пишет очень ясно после того, когда прочитала источники, их удивительно много осталось для этого события, для исследования этого события, и вот она пишет, что это не самое важное, что там происходило в течение насилия, самое главное, что произошло после насилия, поэтому, если мы про сиротов, если мы вообще про то, как община еврейская, не только евреи, пытались как-то упразднять последствия погрома, значит, помогать жертвам, ремонтировать квартиры, там, типа, новые окна делать, что-то другие, помогать сиротам, собирать деньги, это же вообще история, да, с одной стороны, если мы про зона, история еврейской и нееврейской филантропии, а с другой стороны, это продолжение истории погромов, антиеврейского насилия, потому что уже в 20 веке выработаны как бы модели поведения в таких случаях, в таких ситуациях, да, ну, к этому приходит еще вопрос всяких патологий, я могу относиться к книге Скотта Уры, да, который описывает свои книги про Варшаву в 1065 году, как после Белостокского погрома в Варшаве там пытались там воровать деньги, которые собирали на жертвы погрома в Белостоке, ну, это надо уже у Скотта читать подробности, так что вполне это очень важный вопрос, но для меня это вопрос вообще не того, что после погрома как такого, да, это вопрос вообще как бы тесно связан с антиебрейским насилием, да, но тут мы говорим про моменты, когда насилие коллективное, массовое, это все видно, много источников, много там прессы, чего-то, да, а вопрос очень сложный, на который очень сложно найти ответ, как работает община и вообще не только еврейская община, что происходит с теми, которые принадлежали, которые стали жертвами индивидуального насилия, их избили где-то на улице и так дальше, да, но тут пока мы даже вот случайно даже не как бы не исследовали, очень сложно говорить, что позже, как это как бы повлияет и как это все вместе работает, так что большое вам спасибо, вот все эти замечания, очень важные и это все они показывают, что тема не то, что закончена, тема пока начинается. Артур, спасибо, следующий вопрос, Юрий Карагоцкий, пожалуйста. Спасибо, Артур, такой тогда уточняющий вопрос, мы об этом так или иначе говорим и на этой лекции, и на предыдущих, и в ответах на вопросы, но все-таки хотелось бы ваше мнение услышать уже так более конкретно, все-таки я так понимаю, что вы не считаете, что погромы антиеврейской насилии это какая-то уникальная традиция, которая связана именно с историей еврейского народа, вы как-то иначе шире на это смотрите, если я правильно вас понял, спасибо. Большое спасибо, да, вы прав, значит, тут я считаю, что очень легко говорить, что какие-то происшествия являются уникальными для какой-то группы или вообще каких-то личностей, но тут надо очень осторожненько. Мне кажется, что мы ничего не поймем из этого и вообще как бы не поможем понимать вообще приходил к насилию и приходит к насилию надо как бы вот так сказать, если мы будем искать только уникальности, мы закроемся просто в Jewish Studies и вообще закроемся в теме, но уникально все, мы даже вопросов не сможем поставить, так что вполне считаю, что надо исследовать, хотя это я подчеркну еще раз, это очень редко бывает сейчас и это одна из наших больших ошибок да, из этих семи, что мы должны исследовать антиеврейское насилие тоже в более широком объеме, стараться вписывать вот это насилие и коллективное, массовое и индивидуальное вообще в историю насилия даже в глобальном виде. Конечно, тут надо подчеркнуть, что Holocaust, Шоа, оно вписывается, конечно, вписывается вообще в разные даже книги типа там History of Violence, Global Violence, что-то такое, да, история геноцидов, там, что-то там, но кроме Holocaust, другие виды, очень длинная история антиеврейского насилия вообще, она как бы не видна. И когда мы попытаемся вписывать вот это насилие как бы в более широкие рамки, только мы увидим, это действительно уникально, как хочется в большинстве авторов. Или, кстати, это не очень экально. Если мы смотрим на социальные процессы, мне, к сожалению, кажется, и мы исследуем, чтобы увидеть, я прав или не прав в этом, что вообще насилие это просто язык, на котором люди иногда говорят, это плохой язык, конечно, это, скажем так, язык, которого мы бы не хотели слышать, но он является постоянно даже в современности языком, на котором некоторые говорят. Меняются только варианты типа, значит, диалекты, может, так скажем, этого языка. Когда-то мы говорили про физическое насилие, оно постоянно есть, но уменьшается, есть какие-то рамки, которые пытаются это насилие ограничивать, но сейчас у нас же как бы на первом месте, наверное, психологическое насилие, языковое насилие, вот эти виды, в которых мы как-то участвуем в повседневности нашей, так что я думаю, я чувствую, что тут если мы будем про уникальность в этих категориях, мы ничего не поймем дальше, мы будем топтать на месте. Спасибо, и еще снова мы возвращаемся к вопросу от Маргариты Фабрикант новому. По-моему, тезис о насилии как маркере пересечения границ нуждается в уточнениях, о каком именно насилии идет речь. Условно говоря, когда в том же 17 веке муж бьет жену, это принимается как часть общественного порядка, а не как признак его нарушения. Возможно, речь идет о массовом организованном публичном насилии или именно о новых типах насилия, но тогда получается порочный круг, появление чего-то нового, маркер появления чего-то нового. Да, спасибо, конечно, Маргарита, конечно, спасибо. Я бы сказал так, что все эти примеры, про которых я коротко рассказывал, они стоят отдельных лекций вообще, и это же как бы новые пространства, новые и не новые, пространства, в которых вообще можно работать. Наверное, да, наверное, надо как бы еще подробности обсуждать, как бы всякие подробные, как бы подробности того, что я рассказывал, но тут мне кажется, что главный кор, главный середина того, что я хотел сказать, это то, что меняется общество с традиционного в новое, так скажем, остается общество как маркер, как то, что как бы показывает, что оно приходит к каким-то границам. В том смысле, но, конечно, это надо еще рассматривать теоретически, и потом еще искать эмпирически это как бы вполне можно увидеть в источниках или нет. Я тут вполне согласен, что это нуждается в дальнейших работах. Еще в продолжении вопроса от Лены Димонт, она сама собственно и пишет, если такие же тысячелетние насилия существуют, то аналогии исследуют, или просто тенденция отмены перешла на историю евреев, а доказательства никому не интересны. Спасибо, Лена. Да, тут вопрос, надо нюансы показать еще. Если мы должны, по моему мнению, не только что рассматривать, что вот тысячелетнее насилие против евреев, да, это все, надо смотреть на нюансы, это насилие, оно не то, что тысячелетнее, по моему мнению, оно меняется по причинам, по обстоятельствам. И вот поэтому, если мы будем смотреть с такой точки зрения, мы легко будем всякие аналогии, всяких аналогических ситуаций искать, да, вот так, это мое мнение. Значит, доказательства никому не интересны, я бы так не сказал, значит, тут появляется одна фишка, значит, появляется эффективность вопроса того, что мы называем из английского comparative history, сравнительные истории, правильно я перевел, и вот постоянно у нас как бы появляется вопрос у профессионалов, историков, зачем это делать. Социологи нам помогают, говорят, что вообще без сравнения мы ничего не поймем, но у нас появляется такой момент, зачем, что мы получаем, когда сравниваем. И вот тут я бы искал как бы проблем, почему, например, я не могу вам дать одной книги, смотрите, читайте, тут все профессионально хорошо сделано, как бы сравнительно, и отвечает на вопрос, настолько уникальное это явление, настолько еврейское это явление. Я, кстати, понимаю, что тут очень непопулярные как бы иногда аргументы показываю, значит, я действительно хочу попробовать вытащить историю антиеврейского насилия из Jewish Studies только, да, и хочу ее как бы положить на столе вместе с другими примерами, посмотреть вместе, как бы с другой стороны, кстати, на причины, на механизмы, так скажем. Это, конечно, не обозначает, что после того я с выводами не вернусь прямо в Jewish Studies, я чувствую, и это так есть в исследованиях, что надо рискнуть иногда и надо что-то чувствовать, а потом окажется, это хорошее чувство или нет. Я чувствую, что мы можем добавить очень много в этой зоне Jewish Studies и вообще в нашем понимании, как менялось, как ценировала еврейская история, когда мы вытащим, а потом попытаемся вернуться в внешние сферы, но увидеть. Конечно, мы должны пробовать и должны искать новых выходов в этой истории. Спасибо. Следующий вопрос у Даниила Гранина. Скажите, исследовался ли взгляд на Холокост Освенцем через проблематику, которую он создает, через запрет на метанарратив и историю в постреальности, мир после середины 20 века, в которой все замешаны в чудовищном преступлении, в кавычках, как это пишет Леотар. И вот выше он приложил ссылку на статью Мисик, и дальше, я дальше спускаюсь, в работе Мисик Хейден Уайт поставил вопрос о неправдоподобности таких событий, как Холокост. Ага, и вот Даниил тут дальше еще продолжает. В результате чего мы застряли в травме бездействия по результатам события, которые невозможно осмыслить. Являются ли изучение погромов попыткой выхода из такого тупика? Даниил, да, спасибо. Очень хороший вопрос. Кстати, я надеюсь, что да, что ответ на ваш вопрос позитивный. Значит, я бы хотел, что изучение антиеврейского насилия привело нас к ответам, которые бы как бы помогли как-то положить в головах современников наших, что произошло, как и как это все возможно. Это все зависит, кстати, конечно, от того, с какого уровня мы подходим к теме. для меня очень важна социальная история в старом виде, в смысле, как бы я ищу твердых, так скажем, твердых признаков, твердых источников, твердых информаций, которые помогают мне решать проблемы и отвечать на вопросы, которые я ставлю. Поэтому я с этой точки зрения, наверное, я не очень хороший адресат этого вопроса. Мне все как-то, хотя ужасное, хотя страшное, хотя просто непонятное, везде, мне кажется, мы можем искать ответы на вопрос почему и как это все возможно. Значит, я не опускаю рук, так скажем, как это все происходит среди некоторых исследователей, которые оставляют вообще Аушвиц, как пример чего-то непонятного. Давайте коснемся того, что сказал человек, который оцаревший из Аушвицы, Марьян Турский. Как раз у него вышла книга, в которой он говорит, что это решение, чтобы мы не стали как бы сейчас я слова ищу только по-русски. сейчас, 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 чтобы мы не были различными, как это сказать, чтобы мы не стали просто далеко и не смотрели без активного действия на всякие ужасы. И то, что Турский это ответ, частично ответ на ваш вопрос на мою позицию в этом. Значит, человек, который ищет, как бы пытается ответить на вопрос, почему все это произошло несмотря на такой основе, что все это настолько безумно, что невозможно ответить. И Турский говорит так, что Аушвиц не упал к нам из небес. И это очень простая фраза, очень важная. Он как человек, который прожил весь этот ужас Аушвиц, как оцелевший, как еврей, который прошел через все ужасы гетто и концлагеря, он говорит, что это не так, что откуда это взялось. И каким-то способом, если мы можем об этом думать, что это откуда это взялось, и наверное, он показывает, что мы должны делать так, чтобы это не повторилось, так и мы можем прийти к ответу на вопрос, откуда это взялось, каким способом, если мы вообще говорим про антиебрейское насилие. вот я с такой точки зрения думаю, я понял, что это не полный ответ на ваш вопрос, но исходя из того, что у меня вот такая исследовательская позиция, я думаю, что я не самый хороший адресат такого вопроса, мой вопрос будет просто, не может быть другим, мой ответ не может быть другим. просто. Так, и вопрос от Андрея Шпирта. Артур, в первой лекции ты поставил вопрос о телеологичности в исследовании антиеврейского насилия, которое ведет к Холокосту. Насколько такая перспектива вредит изучению твоего насилия как социального конфликта? Как я понимаю, насилие к 19 и началу 20 века все же не имело геноцидального характера? Да, спасибо. Андрей за твой вопрос. Ты хорошо понимаешь, я так считаю, что тут вообще это есть как бы поджива дискуссий, с которой я встречаюсь прежде всего со стороны американских коллег, которые не очень как бы воспринимают то, что я как бы ухожу в антиеврейском насилии от попытки думать, что это как ты написал геноцидальный характер, имеет геноцидальный характер, поэтому я считаю это ошибкой, она ведет нас прямо к исследованиям Шоа, а наоборот это исследование под влиянием истории, которое случилось позже, и еще к вопросу теологичность исследования антиеврейского насилия, которое ведет к холокасту. Да, значит, я не на 100% уверен, и я бы был очень рад, если бы ты мне попытался объяснить точно, как ты точно увидел эту теологичность, это все понятно, но мне интересно, где ты ее нашел точно. Андрей, придется включить камеру и камеру, хотя бы звук. И помочь мне, чтобы я тебе ответил на твой вопрос. Да, добрый вечер, всем, добрый день, всем. Привет, Андрей, добрый день. лекция прошла под знаменем книжки Гросса «Соседи». Так я понимаю, она такая ключевая для поиска чувствительности, поскольку в убийствах евреев обвинили не каких-то посторонних людей, которые извне пришли, а обвинил обычных крестьян, соседей. Но это время такое, да, и такая же перспектива рассматривается как раз и для погромов в Российской империи, когда не российские власти посторонние для обычных людей, а сами люди участвовали в насилии. Ну, да, то есть та же самая перспектива, и как и Холокост, то есть не немцы убивали, а самообщество убивало, да, то есть не идеология фашистская убивала, а именно люди убивали, да, такая, я понимаю, как раз идея ну, такого новой исторической политики, когда не нацизм являлся как бы причиной Холокоста, а само европейское общество, само европейская культура являлась причиной Холокоста. вот насколько вот эта перспектива геноцида, да, можно эту перспективу находить вот в насилии до Холокоста, до 41-го года, до 39-го, 41-го годов. мне кажется, что это во многом такая, конечно, метаисторическая перспектива, да, когда, не знаю, под влиянием католического проповеди, барокко, мы в человеке видим, прежде всего, греховность, грех, да, и насколько вот для нас это важно. Ну, вот я не знаю, это большой вопрос, наверное, такой философский, чем исторический, потому что, как я тебя понимаю, ты больше склонен, у тебя больше интерес к такому фактологической истории, чем к дискуссивной, да, поскольку ты дискуссивную историю как-то в меньшей степени ценишь, чем фактологическую историю. Я не знаю, я не совсем... Да, все понятно, да, все понятно, спасибо тебе большое. Я не совсем как бы смогу относить с понятием терророгии к тому, что ты сказал, но ладно, мы на этом не сосредоточимся сейчас. Тут вопрос такой, да, с одной стороны все идет по такому направлению, но с другой мы не должны забывать, что тут одна разница, которая является большой между хорокамством и между вообще насилием антиеврейским, которая, например, имела место до холокаста и потом еще после его. Да, ты прав, что сейчас вот идет все по направлению немцы, не нацисты, даже если мы смотрим на язык институтов, которые занимаются вообще памятью и паблик хищу, да, тут появляется слово немцы и не нацисты, так как вперед функционирования бывшего Советского Союза. Я не знаю, как это все происходит в России, но я про Польшу как раз сейчас говорю. Но с другой стороны, тут разница одна большая, значит, технические средства. Мы идем по направлению того, о чем пишет хотя бы Токарско-Бакир. Насилие антиеврейское почти в большинстве примеров это уровень low-tech, значит, очень слабый технически, как бы, тут технически ничего не нужно, просто палка, все. Мы говорим про тут про холоканс, значит, про организацию, про средства, про коммуникацию, про всякие зоны, которые тут как бы выходят из-за рамки того, что обычно мы видим, в течение даже военных, в течение Первой мировой войны, антиеврейских, так скажем, погромов, да, и тут я вижу разницу, и тут я вижу, как бы, две эти сферы не совсем совпадают, так что это непосредственный путь к холокансту, и с другой стороны, это непосредственная попытка как бы исследовать антиеврейское насилие с точки зрения исследования холокауста, тут непосредственно невозможно, по моему мнению, поэтому, как бы, я точно говорю, некоторые американские коллеги не очень понимают, когда я пытаюсь как бы вытащить вот вопрос, потому что для них очень ясно, что также за шагом мы приближаемся к холокаусту, и все как бы, это как бы, происходит, хотя, не понимают, что тут нет вопроса такого, что все запланировано, типа, мы знаем с начала 20 века, что будет в 41-м, 2-м, и так дальше, но тут идея как бы постепенности, и это очень видно, такой, как бы, прямой линии развития, да, это тоже видно даже в книге Дарюса Сталин-Наса, но, кстати, я не очень согласен с таким направлением, это одно, дальше, если ты сказал, что я не очень люблю дискурсивную историю, я бы сказал напротив, часть последней моей книги, даже посещенная этим всем вопросом, и в последнее время, мне кажется, что вот этот вопрос дискурсивной истории, с точки зрения исследований антиеврейского насилия является более важным, чем события и технические всякие реальные вопросы поведения разных актеров этих происшествий. Но это, конечно, вопрос на другие разговоры, которые, я надеюсь, мы сможем с тобой вести еще не один раз. Спасибо большое за вопрос. Артур, спасибо, поток вопросов не закончится никогда, я так думаю. Олесь Петухов вот вопрошает, где тогда искать начало геноцида евреев? Только начиная с Шоа, ведь в историографии принято применять понятие геноцида к истреблению армян в годы Первой мировой войны. И можно я сразу тут же прочитаю комментарий от Андрея Шпирта? Ну вот с крестовых походов геноцид в кавычках находят и приводят ко Второй мировой войне. Это такой послевоенный шок, Трахтенберг, Мурк и так далее. Артур, включи, пожалуйста, себе микрофон. Извините, спасибо, Андрей, спасибо, Олесь. Да, я все вполне понимаю. Вот есть такое, значит, что даже со средних веков мы идем по пути к этим ужасным всем событиям. ответ Олеся. Прямо скажу, надо спрашивать тех, которые занимаются шоа. Я вопрос не отвечу. Есть разные, наверное, подходы, которые показывают, что можно тут искать, тут искать начало. Все это условно, значит, никто же тут границы не поставит. Будут такие, которые скажут начало шоа, даже будет, когда евреи приезжат на территории Восточной Европы. У них будут какие-то свои аргументы. Нет, тут с точки зрения истории насилия, антиеврейского насилия, мы говорим о разных событиях, разных контекстах, конечно, того, что происходит. Есть одна вещь, которая связывает, конечно, и я тут буду говорить напротив того, что я сказал пять минут тому назад, значит опыт. Опыт и то, что дозволяется шаг за шагом использовать насилие как поведение к евреям. Но это тоже требует отдельных исследований. Спасибо большое. И если вопросов больше нет, учитывая, что мы с вами третий час пытаем Артура, то тогда, наверное, пришло время сказать большое спасибо нашему лектору замечательному за то, что он согласился прочесть у нас этот курс. Вот Евгения Волощук просит еще лекции от Артура, поэтому имей в виду, Артур, что мы тебе всегда очень рады. Спасибо тебе большое. Друзья, я, конечно же, пришлю записи всех лекций и должна также сказать, что наша программа вебинаров на этом не заканчивается. И секунда рекламы буквально у нас в следующее воскресенье в 19.00 будет лекция Марина Могильнер о исследованиях расовых еврейских. Через неделю после Марины Могильнер начнется мини-курс о детстве в черте оседлости. Вот такой вот у нас разброс тем. И меня уже просят, я вижу, передать чат лектору. Обязательно передам, Даниил. Большое вам спасибо, друзья, за активное участие, замечательные вопросы. И безусловно, еще раз большое спасибо, Артур. Спасибо. Большое спасибо всем участникам. Большое спасибо, Вика, за приглашение. Это большая честь читать лекции в рамках вебинара Сефера. Я очень рад сотрудничать. Я надеюсь, что лекции будут вызывать новые мысли, вопросы, идеи даже в зоне исследований, которые очень грустные с одной стороны, но очень важные. Большое всем спасибо. спасибо. Если у вас будут вопросы, еще я, конечно, прочитаю потом чат еще раз. Пожалуйста, вы можете писать мне лично на почтовый адрес. Сейчас я тут чат поставлю еще раз. Я его пришлю в общей рассылке. Отлично. так будет значительно проще. Спасибо. Я, как обещал, передам тоже вики библиографию, которую вы получите, конечно, со ссылками на те четыре ролики, которые записывались. Спасибо огромное еще раз. Спасибо, Артур. И вот мы уже увидели в нескольких сообщениях, что мы ждем от тебя новый курс. Так что готовься. хорошо, друзья. На этом я волевой рукой отключаю нашу с вами сегодняшнюю встречу и жду вас на новых наших вебинарах. Артур, еще раз спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.